В аптеку за антибиотиками Анна Анисима выходит только с рецептом врача. С самолечением, тем более столь серьезными препаратами, молодая женщина предпочитает не заниматься. Уверена, что назначать лекарства должен специалист. Я же не знаю, какие антибиотики при данном заболевании нужны. Даже те, которые, допустим, были полезны в прошлый раз, не факт, что они в этот раз помогут. Ну и врач лучше знает. Именно поэтому новость о том, что в этом году фармацевты стали требовать рецепты при продаже антибиотиков, Анну никак не обеспокоила. А вот для многих уссурийцев известие стало полной неожиданностью. Провизоры такие изменения объясняют итогами конференции для руководителей аптечных организаций, которая прошла в Москве в декабре прошлого года. После этой конференции произошло ужесточение федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, контроля за отпуском в аптечной сети лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту. Росздравнадзор предупредил, что с этого года будут проводить контрольные закупки лекарств. Если обнаружатся нарушения, руководители и аптеки ждут штрафные санкции. Поэтому многие стали соблюдать букву закона. Требование отпускать антибиотики только по рецептам, как и многие другие лекарства, введено еще в 2005 году. И это не приходь чиновников. Бесконтрольный прием любых лекарств чреват непредсказуемыми последствиями. Назначая антибиотик, врач учитывает возбудитель, аллергологический анамнез пациента, индивидуальная лень, переносимость, функцию печени и функцию почек. При бесконтрольном приеме антибиотиков все эти факторы пациент, который занимается самолечением, не учитывает. Соответственно, на фоне приема антибиотиков могут развиться нежелательные реакции. И хотя это прописная истина – не заниматься самолечением, многие до сих пор идут за советом к фармацевту, а не к врачам. И просят лекарства исключительно по прежним рекомендациям специалистов. Ну, я беру то, что мне раньше приписали, то я беру. Такое не беру, что незнакомое. Аптеки потеряли часть прибыли из-за отпуска препаратов по рецептам, но возвращаться к прежней практике не планируют. Если покупатель просит продать лекарства, которые должен назначить врач, то фармацевт либо рекомендует обратиться за рецептом, либо предлагает доступную альтернативу, если она есть. Ольга Белостудова, Сергей Флоренцев, Телемикс.